Всем привет! Это проект Татарстанда. Выбирая загородную жизнь, мы все хотим свежий воздух, рядом лес и речку, и спокойствие. Жителям этого поселка повезло. У них все есть. Точнее, было. Почему было? Потому что теперь, вместо всей этой красоты, здесь большая свалка мусора. Как такое произошло, сейчас узнаем. Едут, выпучим глаза. Устраивают гадюшник. Где-то тысячу камазов сюда завезли. Никто не хочет обратить внимание на нас, на наши проблемы. Поселок Константиновка входит в состав советского района Казани. Здесь, наряду со старыми домами, идет активная застройка новых коттеджей. Люди охотные меняют городскую жизнь на дом в частном секторе. Но в один день всеми любимый райский уголок начал превращаться в свалку. Приехала техника, начали вырубать деревья, завозить мусор. Вот дом, в котором я живу, в котором живет моя семья. И буквально через 5-10 метров от дома находишься сразу же свалка. То есть вид из окна вот такой? Вид из окна. Утром выходишь, идешь на работу, едешь на работу. И вся эта красота в своем полном объеме перед тобой. Можешь наслаждаться видом. Давайте посмотрим на масштабы этой свалки сверху. Довольно глубокий овраг. Река полностью засыпана строительным мусором. В поселке я живу с 2019 года. Приобрел участок и начал строить здесь дом. В 2020 году дом был уже введен в эксплуатацию. То есть введен по документам. И, соответственно, с 2020 года я уже фактически проживаю на этом месте. При покупке участка здесь было все хорошо. Тут просто загляденье было. Тупиковая улица. Тут природа была, деревья, птички. Вот такой река-ручей. То есть по документам это река. Но тут было тихо, спокойно, красота была. То есть когда началась эта помойка, начали задавать вопросы. То есть все равно тут были люди, которые, так сказать, руководили этими всеми процессами. Они начали говорить, что мы тут будем строить, мы сейчас все это отсыпем. Как бы мы собственники. Строить частные дома. Да, то есть они, как с их слов, они собирались тут строить. Потом в итоге один человек из них отошел за темой. Сейчас осталось только один человек, кто этим руководит. Вот и сказали то, что будут засыпать. То есть сначала возился грунт, ну такой более-менее. А потом уже просто конкретно стали возить мусор. На дне водоема можно увидеть старые покрышки, сиденья автомобилей и даже бетонные плиты. На вид это, да, это строительный мусор. То есть где-то что-то разбирают. В прошлом году сюда возили просто старые разобранные деревянные дома. То есть, видимо, где-то дома... Частный сектор разбирают? Да, частный сектор разбирают. И для того, чтобы строить там коттеджи на продажу или еще что-то, старые дома деревянные разбирали и вот сюда возили. Сюда также вот ветки привозили от деревьев. То есть в городе благоустройство происходит. Срезают ветки, так сказать, подравнивают деревья. То есть сюда несколько десятков камазов привезли просто ветки в прошлом году. Вот если обратите внимание, видите, парит. Вот это все уже приедет, уже сейчас приедет. А прошлого зима, то есть вот 21-22 год зима, была довольно-таки снежная зима, да? Думаю, все об этом прекрасно знают. Вот на этом участке снега вообще не было. То есть здесь все парило, все воняло, снег просто отпаял. Потому что внутри все идет гниение. Все парит, все гниет, все воняет. Если на время отбросить все юридические вопросы, какие-то технические моменты, у меня есть единственный вопрос тем, кто все это натворил. Люди, как вы могли засрать такое красивое место? Так сказать, вежливое общение. Люди, которые все организовали, не понимают. То есть им объясняют, что людям надо жить, людям нужно ездить. Из-за них это довольно-таки проблематично становится. Кроме как обещания от них, что да, да, мы все сделаем, мы все устраним. Все только на обещаниях и остается. Сейчас мы попробуем дозвониться до якобы собственных этих земель. Зовут его Марат. Именно он на связи с водителями, которые привозят весь этот мусор. Посмотрим, что он скажет. Алло, Марат? Да? Вы собственные этих участков. Ага. А тогда вопрос, почему туда складируете строительный мусор? Складируем, там был овраг. Большой, мы отцепли. Сейчас, по-первых, немного дорого делаем. Получается, и овраг в вашей собственности? Ага, да, да, совершенно. Посмотрим, как говорится. Обычно, когда штука слабой, то посмотрите. Ага. Ну там же вроде как речка. Там нет речки никакой, вы посмотрите там. И здесь до 11-го сюда давно. До 12-го сюда срепли. А вы что хотите здесь построить? Ну, на третьем виде хотим дома. Сзади пока не решено. Задний участок, как в третьем виде он где идет. Так, ну, смотрим участок. Там передом планирую поставить. На продажу, что ли? Да. Чисто технически это нормально, то, что вот на овраге будут дома стоять над водой? Ну, смотрите, засыпается только задняя часть. А передняя часть это на основном городе. Там 19 сотка у нас. Вот. На 15-й хотим по 5 сотка забежать. Остается при дома. А задняя часть пока будет строить. Как человек вы можете понять, что это не совсем хорошо? Ну, смотрите, как человек, у нас бытового мусора нет. Там пакетов нет. Угу. Среда нет. Бытового мусора нет. Там лежит строительный грунт, доски, камни. Это у нас как экология есть. Нормально? Ну, да. Там не дождь, там не пакетов, не... Ну, там муж какой-то. Там лежит грунт, камни, и дождь. Зачем мы занимаемся именно в среде? Ведь процесс идет в среде, в среде быть каждым будет. Будем все. Ну, а какие прогнозы? Прогнозы пока не знаю, как супер честный. Речи, как таковой, там нет. Сходу, на этой реке нет. А так вот разрешение строительства все у вас есть, получается, да? Конечно, разрешение строительства как нет. Ну, а как я могу зелегально сделать, если я на своем участке? Вот вы у себя дома на огороде сделаете, что хотите. Ну, я понимаю, у меня был бы забор сейчас. Ну, вообще, как бы никто не было бы, значит, забор нет. На публично-кадастровой карте видны эти два участка на 10 и 9 соток. Они размежеваны. Если карту переключить на режим «Спутник», можно увидеть, как было до. Обратите внимание, здесь большое количество деревьев. Все покрыто зеленью. Это улица Беркутова. Здесь примерно 64 дома. Многие здесь живут уже с 90-х годов. Проблемы со свалкой объединило всех жителей. Кто-то выкупил эту землю, да? И вот здесь уже появилась свалка. Сначала возили землю, а теперь всякий мусор и полиэтилен, и доски. В общем, со всего света все везут сюда. Здесь водоохранная зона, то есть там, если мы спустимся ниже, там будет видно, что ручей, река протекала. То есть это водоохранная зона. И кто и на каких правах это разрешил, это здесь засыпать, то есть и строить. И как это все было куплено, непонятно. И, как говорится, из-за этого у нас и дорога разбита. И сейчас вот внизу люди живут не заехать, не выехать. Тяжелыми машинами разбили всю дорогу. Они к моему дому же заезжают, там поддоны накидало. Они же вообще не понимают. Они едут, выпучив глаза с ними, что я буду ругаться, драться. И машины переставляли, вот так вот, чтобы они не проезжали. И шлагбаум поставили, а все равно лезут. Шлагбаум, получается, ваш разбили или убрали? Замок сломали. Замок сломали и поднимают шлагбаум и заезжают. Ну, целыми днями же здесь стоять тоже не будешь. Мы работаем, хоть и на пенсии. Но так жить тоже, как говорится, очень сложно. И хотелось бы, чтобы тут наладилось все. А то ни дороги, ничего, сплошные проблемы. Вот тот самый самодельный шлагбаум. Его установили сами местные жители. Чтобы когда их нет дома, камазы не смогли сюда проехать. Но люди часто находили открытый шлагбаум со сломанным замком. Вы думаете, здесь хотят дом построить? Я не знаю, может быть, и хотят дома строить. Но дома-то... Ну, вот если люди строят дома, то они строят на нормальных материалах, а не на мусоре. Вот не гадят другим людям перед домами, перед окнами. Не устраивают гадюшник, на нем не строят дома, а делают нормально, все на хорошем основании. Этот кошмар уже длится больше двух лет. Жители даже знают примерное количество грузовиков, которые завезли эти тонны мусора. Этот заезд сюда, на эту свалку, который разбили, если посчитать суммарно, трудно представить, но я так думаю, что где-то тысячу камазов сюда завезли. То есть, вот если объем, вот посчитать то, что сюда завезли, мусора, грунта, то есть это минимум, то, что я сказал, это где-то тысяча камазов. Три года возили, это дорогу разбили, когда у нас было жаркое лето, то есть здесь постоянная пыль, и это пыль в доме, которую нужно постоянно убирать и протирать. Тут, наверное, и камазы сами застревают. Ну и камазы застревают, они друг друга вытаскивают. Ну, на камазы-то нам, честно говоря, без разницы, мы тут сами проехать не можем, ни пройти, ни проехать. Если у меня, например, автомобиль мило, я на нем и то застреваю, а на нам ездить на простом легком автомобиле. То есть, практически каждый вечер приходится на трассу домой затаскивать, и утром вытаскивать на трассу, чтобы она могла детей пустить в школу и сама ехать на работу. Река Вертлевка. Именно такое название имеет водоем на карте. Она протекает через поселки и впадает в Ноксу. Кстати, в интернете есть информация, что в соседнем поселке Самосырово в 2016 году экологи при Повеке обнаружили бетонный забор, построенный прямо на речке. Было возбуждено административное расследование. Но устранил ли сооружение нарушитель, неизвестно. То есть, вы помните это место еще чистое, когда здесь было все хорошо? Да, этих домов тоже не было еще. Здесь вообще было... там ручеек шел, мы на ту сторону переходили, в лес ходили. Все, в общем, было экологически очень чисто и красиво. Собирали ягоды, грибы? Цветы были, да. Сейчас мы даже не думали, что он будет кем-то занятый, какие-то дома будут. Мы так и думали, что здесь будет красота. Мы в свое время бычков держали на привязи. Трава сочная была, косили, дети играли. Да, и утки там плавали. Назвать вертлевку рекой на этом участке уже сложно. Она вся позеленела, течения нет. В прошлом году экологи сказали, что предписание собственнику этих участков, оформили предписание, и что до 4 мая 2001 года, получается, должны все это убрать. Но как это убрали, вы сами все это видите прекрасно. То есть вот такая информация есть. Связавшись с экологами, они любезно согласились приехать и осмотреть это безобразие. И как оказалось, о проблеме они в курсе. В адрес Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан неоднократно поступали обращения, предъявленный иск о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде. В настоящее время судебное производство приостановлено в связи с проведением судебной экспертизы. Административное дело возбуждено по статье 8.2, часть 1. Наказанием является штраф до 3 тысяч рублей, для юридических лиц до 50 тысяч. То есть сумма штрафа совсем не серьезная, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Ответ дала и администрация советского района Казани. Он мало чем отличается от дежурного ответа Минэкологии. О проблеме знают, с экологами на связи ждут решения суда. Никакие действия не происходят, кроме того, что продолжается все это заваливаться. Тоннами мусора тут уже, не то что тонн, тут уже сотни тонн. В основном здесь строительный мусор. Кирпичи, утеплители, доски. Все то, что остается после ремонта жилых помещений. Хотя вот здесь есть папка документов, визитки, которые относятся к одной из строительных компаний нашего города. Совпадение? Не думаю. Невооруженным взглядом видно, что урон для природы нанесен колоссальный. Это самое, что ни на есть, экологическая катастрофа. На сегодняшний день жители хотят лишь одного, чтобы этот поток мусора прекратился. Надеюсь, ответственные органы разберутся в этом как можно быстрее. Или же сам собственник одумается и перестанет возить сюда все, что попало. Это был проект Атакстанда и я Задбатталов. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok